всем привет сегодня мы будем готовить хлеб булочки и все это из одного теста получается бесподобная выпечка хлеб румяный снаружи мягкий внутри и очень ароматный корочка румяная хрустящие но это просто бесподобное объедение подготавливаем все необходимые продукты подробное описание вы найдете внизу в инфобоксе и приступаем берем воду вода должна быть теплой и переливаем в удобную емкость растворяем в воде соль сахар и дрожжи постепенно подсыпаем муку и начинаем замешивать тесто также добавляем растительное масло по ходу замеса в начале я перемешивала все лопаточкой а затем уже перешла на ручной замес теста хочу также отметить что я делала сразу две порции то есть одну порцию для приготовления булочек а вторую порцию теста для приготовления хлеба это тесто бесподобное по сути она является универсальным при желании можно даже на таком тесте готовить пирожки причем их можно как печь в духовке так и жарить на сковороде когда тесто подготовлено необходимо его еще хорошенечко руками вымесить для того чтобы она стала более эластичным но при этом совсем не критично если тесто будет слегка прилипать к рукам отправляем тесто в чашу можно в другую удобную емкость у меня тесто часть тест отправлена в кастрюльку а часть теста в чашу так как уже ранее сказала буду готовить булочки и конечно же хлеб оставляем тесто под полотенцем примерно где-то минут на 40 чтобы она поднялась и вот такой потрясающий результат у нас получается тесто очень быстро подходит тут конечно же нужно в первую очередь обращать внимание на дрожжи они должны быть качественными и тесто обминаем отправляем на ровную рабочую поверхность стола слегка присыпанную мукой и начинаем формировать наши булочки булочки будут круглыми поэтому отрываем шарики теста стараемся сделать их приблизительно равными при желании можно даже взвесить подготавливаем также противень на котором мы будем выпекать булочки я застелила противень антипригарным ковриком при желании можно взять пергаментную бумагу либо же силиконовый коврик и отправляю туда свои заготовки духовка у меня также прогревается необходимо ее прогреть до температуры 180 градусов а затем уже когда мы отправляем туда наши булочки температуру прибавляем до 200 градусов и готовим булочки примерно где-то минут 20-25 тут стоит обращать внимание также на духовку и на ее индивидуальные особенности если у вас есть режим конденции то можете его включить и готовить булочки таким способом когда булочки уже готовы достаем их из духовки и сверху промазываем водой смешанный с растительным маслом буквально одна столовая ложка воды и чайная ложечка растительного масла это для того чтобы булочки сохраняли свою хрустящую корочку дольше и так как я решила подавать такие булочки к борщу то я готовлю заправку это будет чесночная паста смешанная со сливочным маслом сверху распределяю на булочках и готова получается бесподобные чесночные помпушки это просто объедение аромат на всю кухню при желании в такую чесночную заправку можно добавить еще зелень и какие-либо другие специи но это уже полет фантазии не ограничен и давайте смотреть из второй части теста я буду готовить хлеб и батон но забегая немного вперед скажу что батон слегка потрескался сверху это не очень эстетично выглядит поэтому чтобы не повторять моих ошибок вымешивайте тесто более тщательно сворачиваете вот так в конверты и уже затем отправляйте в духовку получается что здесь я не делала разрезы на хлебе а на батоне делала но можно и на батоне не делать это уже кому как захочется перед выпечкой батон и хлеб я промазала водой смешанный с растительным маслом пропорции все те же 1 столовая ложка воды и 1 чайная ложка растительного масла отправила все в духовку готовила хлеб при температуре 200 градусов примерно 30 минут но здесь тоже смотрите на свою духовку у меня духовка не сильно жарит поэтому температура 200 градусов возможно кому-то будет достаточно и 180 градусов хлеб получается очень ароматным и вкусным румяная корочка нежная мякоть но это просто объедение и вот такие у меня здесь уже запасы и хотя батон потрескался все равно мы его съели он очень вкусный мягкий ну и румяный конечно же посмотрите это просто объедение резала сразу после приготовления тоже небольшая такая ошибка на устоять было невозможно уж очень все вкусно первоначальном батон крошился ну а когда вы дадите время постоять батону либо же хлебу то нарезается все прекрасно и крошек практически нет можно делать любимые бутерброды но мне на сегодня все я желаю вам всем отличного настроения готовьте вкусно готовьте с удовольствием скоро увидимся всем пока пока